Дорогие мои, ну, один ролик я снимал, там уже на 35 минут. Значит, ну, наверное, второй тоже сниму, потому что до сих пор яшки еще не было. Значит, выпускал я 14 шток, 12 моих, двое дареные голуби, хомучейки, красивые, чернохвостые, вот они голуби, чернохвостые. Ну, они пошли на 10-часовой полет, где-то там на какой-то крыше летают, я даже не вижу. Один из этих, ну, он сел уже, наверное, спустился, перенький, уже за бой уходит. А вот 11 штук, а, вот один из 10-часовых, вот он, видите, вот один из 10-часовых, не, не 10. Вот этот хомучейки, масть, чернохвостые, шея такой, хомучейки, красавец, но летать не хочет. Хотя уже бывущенькая, когда их привезли, у меня эти, да, там уже яйца, которые были, и те уже начали летать, а и такие хрена. Так, значит, там опять кто-то отделяется. Вот, десятка стайки держит. Так, два, два, четыре, шесть, восемь, девять, нет. Значит, десятый тоже отделился, белый тоже отдельно. В небе 11 штук должно быть. 11 штук должно быть. Вот он один. А, теперь сошлись. Так, два, так, пять, десять, да, 11-й отдельно опять летит. Ну, он и сам вначале отдельно уходил, покрылся, потом резко камнем скинул. Опять покрылся, опять скинул. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим, сколько яша даст им полетать. И даст им полетать. Так, белый один стариковского сына. А, вон он, вон он белый. Видите, вот он, чтобы не говорили, что он брешек. Вот, сверху себя показывает. А второй, от белого лохматого и от чапки, давидовский. Ну, давидовский чапка, это из моего чапа, просто я ему обещал эту голубку. Вот, как он опять не сделает, приедет, я ему подарю, взрослый. А это вот от нее. Перепаровал пару из-за того, что они дают лохмочками. Потому что чапка тоже с лохмочками, белый лохмочками тоже с лохмочками. В общем, а я не люблю лохматые птицы. Вот он там, где-то полуута сейчас, вот она. Видите, вот. Буквально вот сегодня вот 9 февраля, первые ролики от 4 февраля, вы помните, да, поднял, когда 11 штук поймал и говорил, что покажу. Вот там, ну, из них почти никто не бил. Вот только синяки так стоял, переворачивался. Вот пёры уже за бой уходят. Буквально за 5 дней гона уже за бой уходят. Он уйдет немножко в забой и опять расстроится. Брата его я показывал. Брата, который шикарные фонари показывает. Ну, вот Курма, когда приехал ко мне, вот я троих выпускал, пёры, щейка, бах. Вот один был. Брат его покрылся, ушел. Ну, тот отдельный летит, молодец, красавец. Это от Лохмачки. От Белого Лохматова. Хачко очень любит этого голубя. Очень. Он тоже очень старый голубь. Вчера тоже с друзьями разговариваем. Один из друзей говорит, у меня есть голубь, ему уже 9 лет. Я говорю, у меня штук 50. Уже где-то от 10 до 20 лет в возрасте. Вот дикар пошел. Дикар. Вот эти, что творят. Так, дикар пошел. Так, ну, где ты, Яшуля? Там Белый где? Белый, вот он один. Вот он один. Вот смотрите, что птицы вытворяют, дорогие мои. А я никого не вижу. Я не вижу Сапсана. Ни Сапсана, ни Балубина. Никого не вижу. Но поведение голубее. Ну, смотрите. Ну, они что, с ума сошли. Резко начали так дикарить. Вот видите, вот отделился этот. И что интересно, дорогие мои, перед атакой, перед атакой голуби начинают тарахтеть. Начинают бой показывать. Во время атаки тоже начинают бой показывать. Знаете, вот кто постоянно гоняет бой на голубе, он эти, видите, вещи замечал. А вот бывает такое, атаки нету. Даже очень поздно, наверное, но голуби дикарят, ни боя не показывают, ничего. Вот объясните, что это такое. Что это такое? Так. Ну, опять, вот сколько? 4,9. Вот это синенький. Вот он камнем пошел падать. Э, дурачок, обозрался что ли? Кш! Да. Забыздел, пошел, сел. Это синенький. А нет, это не синенький. Это кто такой? Я такого не выпускал. Я такого не выпускал, по-моему. Так, ну сколько? Попишу один. Ну, тут и кай, по-моему, лететь. Мне что-то непонятно. Четыре, девять, десять. Четыре, девять, десять. Непонятно, что за голубь сел ко мне. Ну, туда не хочу идти, там солнце показывает. Потому что синенький. А, все, черный. Я же черного выпускал от этого. Все, понял. Черного от чубатого. Шоколадного чубатого. Самый первый, я его хотел проверять. Вот, тоже молодой голубь. Только он такой пассивный. Не воркует, не дерет себя. Поэтому не замечал его. Это он, думаю, что за черный пошел. Да еще и так жестко пошел сел. Это вот тот сел. Значит, такой синий-сизоватый, голубоватый летает. Кукленыш тоже, Ганельджан. Вот, смотри. Это малысок, вот он. Малысок. Челенка. Это генерала брата Пескун. Он тоже уже начинает переворачивать. Он такой челенок. Тоже начинает бить. Ну, тут генерала братик еще есть берега. Вот он такой сидит. Генерала братик есть еще. Так, ну, тут отдельно куда ушел, я не знаю. Не вижу. Тут хоть стаи, я в стае вижу. Ну, как у нас умние голубятники говорят, что хищник забирает обязательно одиночного, значит, того он и должен забирать. Ну, посмотрим. Он же один летит, высоко летит, выше летит. Шансов хищника его поймать очень велико, как говорят наши голубятники. Ну, либо голубедержатели, не знаю. Я, мне практика показывает совершенно другое, что наоборот, на таких он как раз и не атакует. Он пока плавно как бы летает, скинули, но летает, не садится. Подождем, холодно, мороз, мороз замерзил, опять же, скажет. Минус тринадцать. Минус тринадцать. Минус тринадцать. Время сколько сейчас? Двенадцать часов уже. Да, скинули голуби. Скинули. Может, и даже и пойдут, сядут, в принципе. Это не десятичасовые, которые должны обязательно десятичасовые летать. Они могут сейчас сесть, опять соскочить, опять сесть, опять соскочить. А, вон белые. Эх, не взял он тебя, не нашел он тебя, короче, нехороший ты, он же начинает бить. Ну, сейчас вот начнешь бить, он во время боя тебя как захерачит, подмышку и уйдет, и унесет тебя. Понял? Аруджан, постарше тебя я отдал, но там уже с боем все в порядке, такой чулочком. Морой-то из Сергея Посада ко мне, когда приехал, по-моему, голубочка должна быть. Ну, она воркует, как голубь. Голубочка, но воркует, как голубь. И такая взрослая. Это такая, ну, большая, крупная. Но они крупные голуби. Видите, вот, уже начинает бой взять. Колосавчик. Красавчик. То бой бьет, то на хвост падает. Ну, это молодежь, дорогие мои. Им там, ну, около пяти месяцев. Четыре с половиной, пять. Вот они только-только начали ворковать. Только-только начали ворковать. Я понимаю, что у некоторых месячные песку, ну, уже. А, нет. Два месяца вылетают с гнезда. До двух месяцев гнездах сидят. До крыши не могут долететь. Ну, и в двухмесячном возрасте уже по десять часов летают. Я понимаю, но это не такая. Эти начинают рано летать. И месяца нету начинают летать. Ну, почему-то в двухчасовом возрасте они по десять часов не летают. Странно как-то. Понимаете, это вот ребенок пошел в школу. Отличник. И первый класс, и второй класс, и третий класс. Но золотой медаль не получает. А вот другой. Первым двоечник, во втором двоечник, третьим двоечник. Но золотой медалью заканчивают. Так разве возможно? Ну, они опять поднимаются. Вот они. Поставим на паузу, подождем. Нише пальцы замерзли. Ну, блин, полчаса сканируется. Дорогие мои. Ну, это опять вверх ушло. Видите, тут валяжно раскрывается. Но я уже окоченел. Ну, нахрен них. Ну, нахрен них. Наверное, пойду я. И самое интересное, сейчас пойду домой, и будет атака. И получите столько времени ждал, ждал, ждал. И не дождался. Ну, то, что атака однозначно будет, это факт. Ну, возьмет или не возьмет, не знаю. Но этот прямо молодец. Он красуется сегодня. Красуется прям, молодец. Хочет, хочет, чтобы я его на вывода оставил. Вот опять дикарь начинается. Хочет, чтобы я его на вывода оставил. Говорит, хозяин, я хороший. Не отдавай меня никому. Я у тебя хочу жить. Вот так и просится. Ну, обычно, как говорят, плохих голубей убирает. Хороших голубей продает. Отличных голубей дарит. А вот выдающихся голубей, оставляя тебя, это вот правило голубятника. Ну, как следует, выдающихся голубей бывает очень-очень мало. Поэтому не единицу мы оставляем. Да, ушел. Вот скинул, ушел в сторону. Скинул, и ушел в стороночку. Да, все, видите. Видите? Сказать, что они летать не хотят. Они бы сейчас сели, если бы не хотели летать. Вот он. Вот он. Где ты? Яшель, где ты? Ну, дикарят. Показывают. Птица себя показывает. Что яшель. Даже ей не думать. Ну, а этому по барабану. Он что-то вообще пух ее растет. Он даже и бьет. Он даже и бьет. Эти не могут расслабляться. А ему по барабану. Говорит, да мне по барабану, ваша Яша. У него же нет этого ядерного движка в жопе. Дорогие мои, ну пойду я согреться, потом выйду. Ну, вот он самый умный. Смотрите. Домой хочет, летать не хочет. Так, дорогие мои. Ну, где я пошел, пообедал, отдохнул. Сейчас посмотрим, сколько. Время уже почти. Сколько. Почти два часа. Вот с окна увидел, что-то дикар пошел. Даже вон перенький тоже соскочил. Он же сидел. Перень, который сейчас на самом верху, он сидел. Ну, походу, его поднял. Ну, кто сидел. Ой, блин, чуть не упал. Кто сидел, кто стоял, кто летал, не знаю. Я дома был. Пошел согреться. Пошел согреться. Но этот сто процентов сидел. Он сейчас за бой уходит голод. В общем, второй такой вот этот хомут. Шейка, который по 10 часов на чужих крышах летает. Не знаю. Прилетел, не прилетел. В принципе, сейчас посчитаем, сколько их там. Да, опять дикар пошел. А, ну это отодор пошел. Вот видите, три утки. Дикар пошел. Даже утки есть у нас. Так, там сколько? Два, пять, семь, десять. Одиннадцать. Одиннадцать. Так. Два. Блин, невозможно считать. Так, четыре, шесть, восемь, десять. Десять, ну, одиннадцатый отдельно. Пёры. Так, ну тут, по-моему, никто не сидит у меня. Ну, тут этот хомут шейка сидел. Хомут шейка сидел. И пёры сидел. Пёры летит, а хомут шейки нету. Я, по-моему, поднял 12 штук. А, четырнадцать, что ли, вдвое вот эти хомут шеечки. Ну, одиннадцать. Ну, может, кого-то уже и поймал. Я же не знаю, без понятия. Чего не видел, того не видел. Ну, пёры гет. Вот, ну, молодец. Ну, не босит. Вот, я сейчас выйду с улицы, попробую снимать чуть-чуть. А, вот он, пёрыненький. О, ну, он откуда идёт. Сейчас, отдалён. Приближе, уточнение, отдалён. Вот он, откуда идёт. Ну, там и машина, ассенизатор приехал. Сейчас, хрань, что там снимаю. Не, не даст мне снимать. Ну, вот, скидывает. Вот, я настолько прав. И ещё раз прав. С окна смотрел. Смотрел, задикарили. Думаю, быстрее камеру взял и на улицу ушел. Думаю, сейчас посмотрю. А, вон она не была, да, как-то поднимается. Ну, в принципе. В принципе, не 10 часов, а вон один свысока вот спускается. И этот, опять же, пёрыщейка. Охрен его знает. Не знаю. Может, пёрыщейка, потому что с боем из них больше всех вот он бьёт. Вот сорок и из крышка. Опять влез. Вот этот голубь, это молодой голубь. Ему месяца 5, не больше. Да, уходит. Сейчас и покрытие пойдёт. Буквально вот пять дней. Сегодня девятое число. Вот четвёртого я начал. Вот подряд несколько дней проверять. А вот он резко начал с боем брать. Ну, перед этим он летал. Не бил. Сейчас бой взял. С утра бой взял, не летал. А вот сейчас и с боем летит. Видите? За полдня птица раскрывается. Видите, вот. Ну, хамут шейка где-то, наверное, скинула. Походу, была атака. Или что-то кто-то их напугал. Скорестали, ну, может, ворона, может, кто-то там. Что-то. Ну, что, потому что его не вижу. Вот, делай, опять, вот, поднимается. Так, 4, 6, 9, 10, 11. Ну, всё равно, 12-го не было. Кто такой 12-й? Без понятия. Кто такой 12-й? Без понятия. Вот они. Подождём чуть-чуть. Не весь день же они будут. Хотя опять поднимается. Опять поднимается. Блин, с понеплохо. Вот. Ещё раз. 5, 10, 11-й где-то там. 12-го не было. Ну, может, 12-го и поймал. А, может, и не поймал. Не знаю, может, покрыть их. Ну, чего не знаю, того не знаю. Но не видел, я дома был. Я замёрз, закоченел перед этим и пошёл отдыхать. Ну, красиво идёт. Спокойно, валяшно. Я ж и нету, не вижу, был он тот или не был. Не знаю, но опять поднимается. Сейчас очень вспомнил. Наверное, полный-то нет. Вот, хватает подниматься опять. Ну, а, ну, в лесу. Ну, в лесу. Ну, здесь. Ну, действительно, в лесу. Нормально высадка. Ну, это машина решает. Раскрылись, падает. Ни хрена не вижу. Вон, там я отдельно. Блин, те, где, вон, они отдельно. Падают прямо камнем. Рассыпались и падают. Вот они. И солнце, как назло, мне. Так, значит, 3, 5, 10, 11 не вижу. Вот они, что вытворяют. Вот смотрите, дорогие мои. Вот смотрите. Де-факто показывают, что птицы вытворяют. Только что где были и куда упали. Вон, еще один. Вон, перый, по-моему. Или не, белый. Белый, белый. Яша, ты где? Сучонок, ну, где ты спрятался, покажись. Вон, там белый. Это 12-й себя показывает. Которого не было. Раз, три, шесть, десять, ай. Один, да, двенадцать, получается. Вот он куда ушел. Видите, я максимально тяну, а так вот она. Так, видите, скучковались. Так, чуть-чуть, блин. Ты даже не прикуришь. Ты даже не прикуришь. Так, чуть-чуть, восемь, девять, десятый вот падает отдельно. Это пьерники. Пьерники, которые вот дубосил. Вот он, вот второй. Вот они. Видите, что вы отбегаете. О, блин. Таня, вот они, вот они. Да не знаю, но где-то тут, ну, где-то тут. А где именно хренью? Смотрите, птицы как себя видят. Чуть-чуть не спакороти сейчас за несколько секунд себя скинули. А не, пьерники это не тот, который бьет. Это другой пьерники. Зелено-мазанный. Скажем так. Три, шесть, десять, одиннадцать. Двенадцатый пьерники. Двенадцатый пьерники. Это вот с лохмами, с белыми лохмами. Одно головок разный, другой зеленый. Ну, десятичасовый мой куда-то упал, сидит, летит на крыше десять, тринадцать часов. Двенадцатый пьерники. Ну, то, что говорю, скинули, это о том, что на крыше они летают. Ну, нормально, я буду сто пятьдесят высотой летать. Я же не вижу. Я же не вижу. Ну, опять, наверное, все на это набирать. Скинули, опять начинает набирать. И все, это прям нормально пошли. Вроде погода холодная. Да, опять поднимается. Погода холодная. Ветер. Ну, все равно идут. Все равно идут. Сейчас посмотрим ветер, сколько стало. Было четыре метра в секунду. Скорость ветер на Волгограде. В Волгограде сейчас ветер северо-западный со скоростью 5 веков. Ну, вот кто из этих навесных выживет, дорогие мои. И в постоянном гоня. А это на вывода. На потом все. А потом уже будем думать. Я первого не вижу. Походу, кто раскинул где-то. Потому что он сейчас за бой ушел, как говорят. Но он либо должен без боя летать. Либо должен себя скинуть. Куда-то. И, видите, плохо. То, что не на мою, конечно. Это уже косяк. Хотя, может и лететь. Я не знаю. Потому что он поднимался. Он с боем поднимался. Перед этим летал. Ну, то, что не вижу, гадать не буду. Но, допустим, этого я могу сказать, что он уходит. Там другого могу сказать. А вот того пока непонятно, как у него. Ну, опять и как пошел. Опять, что потворяет. Посмотрите, что потворяет голуби. Что-то не об землю бьется. И пошли на фасад. Ну, и что, уставший? Уставший, неуставший. Да. Да, 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 да. Видите, пошли даже около четверо сели. И тупога еще висят. Не хотят свистеть. Сейчас хлопают, свистут. А они опять ввнут. Я этого делать не буду. Я этого делать не буду, дорогие мои. Да, уставший, походу. Да, он крылья возвел. Руки. Видите, пошел на фасадочку. Вот, в принципе, падает, 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 падает. Падает, падает, падает. Это одиночка, дорогие мои. Видите, одно. Левое крыло красное, зеленое, это правое, зеленое, намазанное. Все время летал одинаково. Одинаково. Да, одинаково. А этот, один. Не, не этот. Ни с кем не летал. А вот, если вы посмотрите ролик, который я четвертого числа поднимал их, они все одиннадцать летали кучей. Не расходились. Да. Ну, потом посмотрю, пер и прилетит. Вон, уже ворку, я такая, селись. Потом покажу. Вот, первый день тут и два десяти часовых. Так, дорогие мои, ну, уже скоро будет вечер. Время уже шестой час. Все равно полчаса максимум и начнет темнеть. Вот все четырнадцать штук на месте. Ну, из этих меня интересовал перенький, который ушел. Вот, сидит там. Так, ну, те двое десяти часовые, правда, я не видел. Ну, одного видел, видимо. Ну, она с этим, с крылом, ну, долетела до дома. Ну, а другой ползал или пешком пришел, не знаю. Ну, как то, что... Сколько? Ну, с шестидесяти, семидесяти метров не пропал. Долетел. Ну, это просто чудо. Вот, да, вот этот перенький. Значит, вот мать у этого перенького. И там такой, лохбочками. То есть, Чапка и мать вот этого голубя. Это родные сестры были. Ну, с разницей много лет. Дочь Чапа. Сейчас мы дверь еще откроем. Но никто уже летать не полетит. Почему? Потому что время поздно. Отер голубей мозги на месте. Если даже и соскочит, даже если соскочит, то на чуть-чуть, на несколько кругов разминку делает и спустится. И спустится. Да, вчера еще поставил хлопушку. Это вот хлопушка называется. Диких птиц ловишь там. Синичек, вот этих, да, там, щеглов тех пятых. Вот синяшка залетела. Голуби мои с крестовины не спускались. В шарах ни одного голубя на крыше не было. И Линда под него. Что интересно? Что интересно, дорогие мои? Вот смотрите, вот на этом, ну это средняя часть. Видите? Сейчас, наверное, отдали, чтобы видно было. Значит, вот здесь вот она, вот дверца. Видите? Вот тут застежка, замочек. Так закрывается. Ну, отсюда, видите? То есть, вот я его надел и закрыл. И вот как эта дикий маленький, синичка маленькая, вот могла открыть замок, открыть дверь и выскочить. Вот объясните мне. Ну, как она так смогла? Смогла. И как голуби реагировали на них? Реагировали. Это для тех, которые говорят, вот хищник прилетает сзади голуби, не видит, подкрадывается, дорогие мои. До того, пока хищник долетает до вашей крыши, до вашей голубятни. Этого хищника 150 воробьев, синича. Кого еще не видит. Понимаете? Понимаете? А, сейчас чуть-чуть помыкает. Неужели она покажет? Это хамутшейка голубочка. Это старушка моя. Вот она, наконец-то. Хоть раз я его поймал на камере, как она бьет. Вот она. Вот она. Сколько раз я на эту голубку? За столько лет на это, да? Как бы... О, видите, какой выход наш. Направлял. Блин, она, сучка, не бьет и все. Не бьет и все на отреза. Камеры ставлю на паузу, она начинает танцевать. Ну, это та же самая голубка, которую в голубятни постоянно бьет. Вот я его бой показываю только в голубятни. В небе за столько лет это вот первый раз я смог показать ее. И то там, ну, несколько секунд. Ну, такой тоже бывает. Понимаете? Тоже чем это объясняется? Не знаю. Не знаю. Ну, я уже столько лет, ну, кто внимательно смотрит мои ролики, сколько раз я пытался вот именно эта хамутшейка голубочка, именно ее показывать. У меня не получалось и все. В общем, как только направлял на нее, она перестала бить. Как только направлял, она перестала бить. В общем, на паузу ставлю, начинает бить. Ну, тут еще, понимаете, скажешь, вот я на паузу поставил, она начинает бить. Многие там говорят, о, обманывает. Это вот она же. О, дурачок, на сосиской крышу полетел сел, это пескончик. Ну, как вы поняли, дорогие мои, никто-то не соскочил. А почему? Почему? Вот, задавайте себя вопрос. Что, она летать не хочет? Хочет. Хочет. Ну, как я сказал, крылья помнут чуть-чуть. Круг два дадут, сядут. Круг два дадут, сядут. А, ну, это этот, это десятичасовой мой. Это вот этот, хомуч шеечка. Я думал, что бы а то пескончик аж удивился. Это хомуч шеечка. Так, это красно шеечка. Его отца тоже. В прошлом, не, позапрошлом году убрал. Его отца позапрошлом году убрал. Самого первого его и стариковского сына. Ну, вот за это два года, за это два года много старых голубей пришлось убрать. Депута. Короче, одним словом. Сегодня хищники опять голодные остались. Целых три семейства. И пирятники, и сапсанчики, и балобанчики остались без еды. Ну, что ж поделаешься. И что интересно, все это время, пока они летали. Ну, так, периодически появлялись. Но таких жестких атак не было. Рваных нету. Ну, как бы вот так. Кто-то говорит, кто-то говорит. А мы показываем, дорогие мои. Ну, а решать вам, чему верить, глазам или ушам, это уж сугубо дело каждого из вас. Ну, все. Спокойной ночи всем. Мира, мир, голодом, лего.